друзья сейчас мы с вами проверим но немножко расширим наш урок да мы будем проверять на примере джанга ведь мы установили басков анаконда да и банк сначала будем проверять анаконду теперь забегу вперед дам сначала рекомендации смотрите набираете space max space max и вы выходите на основной сайт space max здесь есть смотрите документация вот ее вам надо почитать здесь очень много привязок лая клавиш но вы будете пользоваться только какими-то своими да и второе обратите внимание есть layers на лист и тут уже тот то где мы работаем спайтом им тут разные слои там еще свои привязки клавиш вам надо только необходимые необходимы это работа с директориями работа с файлами поэтому это вы в справке посмотрите самой справки где просто документация там достаточно вам надо несколько клавиш и потом будут они расширяться теперь давайте ка мы на примере джанга сделаем так сначала откроем территорию кстати ребят макеты здесь тоже можно и работе и пространство сохранять просто я сейчас это не делаю на часа я открою нашу директорию так что там которую мы создавали анаконда поэтому там есть файл теперь разделю горизонтально хотя я мог бы сделать это и при помощи окон давайте попробуем сделать набрать пробел пробел w и вот нам окна дальше у нас есть сплит мы видим горизонтально вертикально то есть это я нажал в здесь она мне не надо значит я пока вообще вот эту которая есть закрою закрыть я могу вообще буковочкой для одну директорию сразу здесь там потому что есть справки можно показать полную справку это вопрос по моему набрать и это на посмотреть за часа теперь я нажму с и у меня появится директория я могу растянуть до при помощи клавиш фигурные скобки да я вот это вот так вот делаю и мне надо перейти мой курсор вверху я вижу если я посмотрю поэтому перейти вниз я деактивировал режим для того чтобы перейти вниз не 1 g мне надо создать проект джанг чтоб мы проверили поэтому я сейчас нажму два раза пробел и запущу терминал и прямо здесь будет ваш терминал мне очень удобно активирую виртуальное окружение мы в школе это делаем кто еще не сделал и не понимает о чем речь это в школе заходим уроки путеводитель и не путеводитель нам надо подготовка шестой раздел виртуальную веб и это делаем следующий момент ребят сразу скажу мы с вами будем дальше чуть работать но это вы уже будет сами разбираться потому что разбираться там не в чем а я только на цель у вас на будущее до наберите сейчас смотрите и max project айл это очень мощный пакет очень он настолько там много функций что эта работа с проектами если нажать документацию то там столько клавиш и project айл можно использовать все эти вещи почитать да я к чему это сейчас говорю смотрите а в space max она уже внедрена и самый простой способ это добавить как я сказал гид да и уже при открытии любого файла проекта это будет добавлено в проект автоматом хотя можно принудительно добавлять проект но пока мне надо активировать виртуальное окружение там где есть джанга мы джанга на джанга будем проверять я его активирую второй момент я сейчас нахожусь в директории сейчас посмотрим анаконда python я бы хотел чтобы убираем мышь вообще пока я бы хотел чтобы значится так отвлекался скопировать файл вот этот который у нас там есть если мы посмотрим сейчас лс а да то есть делал калс потом на в директорию сначала я создам каталог проект джанга активировал виртуальное окружение создаю джанга нам же надо проверить админ старт прожить мой сайт и а у меня уже есть проект давайте я сейчас вот этот дир о калс л перенесу туда чтоб нам проверить я беру себе дир локалс сепи дир локалс л копирую значится директорию май сайт май сайт и туда значится этот файл дир так он его не находит я его наберу ручками не стесняйтесь набирать ручками и скопирую теперь я могу перейти в эту директорию сиди май сайт и сразу создам гид и нет там для того чтобы на будущее добавили для порядка я сделаю добавлю все файлы в гид в основном проекте у вас все будут которым вы работаете и гид комит фирс все это это чисто для порядку я могу вот эту строку оставить если мне работать но мы будем проверять пони джанга поэтому не обязательно начали сейчас что это должно сделать активировать окно режим окна и перейти вверх то есть к вон там я нахожусь при этом открываю проект ff мне надо проект какой мой сайт май сайт вот мой сайт и теперь я начинаю использовать значит пони мод значит сначала я посмотрю что у меня активировалась контур то есть пробел биби и я посмотрю я она конда python а на конду я не вижу то есть но по крайней мере на данный момент я не вижу и лсп и лсп и сразу лсп надо директория запомните это без директория лсп не будет работать он тут не активирован и не должен по сути делаете активироваться потому что мы за добавили по файл делу локал до убираю мышь значит поехали дальше я могу закрыть control жи либо кью нажать так я не то нажал escape 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 control жи если не сработало то мне надо просто но сейчас целая экономия времени так бы я не сделал перейти тут сейчас сюда вот и control жи нажать так получилось все я привел порядок просто когда видео пишет одно так мышь все забывающего убрать тренируйтесь на планшете это лучше всего так теперь давайте я создам первое какое-то приложение я нажимаю и нажимаю пони вожу пони пони менеджер нахожу команду и здесь очень много как мы видим команд мне надо пони менеджер и я получаю вижу стоп пока я отменю и опять нажму не так я немножко вам показал пони менеджер и старт от старт от скейт что-то не так у меня сработало ничего страшного еще раз так пока вот так наберу вот она она то набралась вот у меня внизу самом старт от я назову его first и нажму enter так почему все правильно по него значится я вижу мой сайт менеджер по илайн 17 по сути дела я забыл активировать виртуальное окружение где мой курсор нажимаю enter чтобы понять где курсор если что не так и что мне надо сделать мне надо активировать виртуальное окружение нажимаю escape 2 значится ворка пай вен в и у меня сейчас практика джанга и н в активирую значит а теперь я смотрю смотрите я не перешел сделал ошибку понятно что в терминале она не активируется мне надо перейти в нужную директорию и . и мне надо перейти перехожу я при помощи к сюда перешел теперь я могу активировать виртуальное окружение я выбираю практика джанга и н в и нажимаю enter значится как мы видим у меня его нет но тем не менее я дальше попробую еще кое-что сделать я не знаю почему нету потому что она работала я не знаю будем разбираться ну что ж и понятно теперь причина что пони менеджер не работал давайте сделаем немножко по-другому я нахожусь там где нужно возможно возможно причина что у меня чаще 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 сейчас по и вин в моды я послал и не был вот теперь я включил work of все равно она не отображается ну да ладно так стоп мы читаем нет такого файла и каталог практика джанга и н в но это ты врешь конечно файл такой есть ну что ж я вижу что это не так как он из 3 попробую сделать другому перейти в ту директорию перейти в ту директорию и нет я делаю по-другому так нажму маленькую д нажму маленькую д нажму маленькую д нажму маленькую д так теперь я начну ctrl ff сначала попробую только что работал все прекрасно как раньше писать видео но я уже не хочу переписывать я зашел мой сайт все это правильно май сайт теперь я все-таки попробую активировать виртуальное окружение я вижу что у меня это сейчас не выходит что мне придется все-таки закрыть и макс что-то я не то сделал space max и начать все сначала теперь теперь так как я закрыл проект то он здесь не сохранился сф я хочу чтобы вы видели реальные работу его надо настроить просто когда спокойно делаешь как-то значится анаконда пайтон и мой сайт там он у меня не хочет ну а что есть он скажет приходилось опять отвлекаться так я я выбираю так практика джанга енв так надо он тоже отвлекался практика джанга енв и что я вижу давайте я попробую вообще перейти в директорию стоп посмотреть и открыть файл по и нет оно давно активировалось просто я забыла ребят я вам показывал как то вот что оно при открытии то и все у нас нормально а я тут панику забил ладно ну бывает значится мне опять надо вообще-то пока мне не надо то командная строка я все что хотел сделал значится теперь я тогда перейду перейду в нужный мне каталог так стоп control ff и мне надо вот здесь май сайта в этом теперь я попробую теперь я попробую запустить менеджер пай менеджер пай enter start up я возьму фирс назову я вижу что появилась и смотрите оно мне показывает что процесс стартовал и все нормально будем без мыши значится нажимаю enter и смотрю я в принципе ой я выскочил я мышь трогал значится нажимаю эскеичу что и нажимаю пробел v точка и закрываю это окошко иди да букачкой иди давайте-ка я попробую теперь дальше запустить эту утилиту еще раз сделаю что-то опять беру пони пони менеджер и макиммигрейшн нажимаю enter и опять нажимаю enter я вижу что процесс стартовал все нормально детектор то есть все окей все окей вот теперь вот теперь как раз таки ой я мышцу вот теперь она стала вот она управляется теперь я могу закрыть окно control x 0 если мне не надо либо там активировать окна поехали дальше я могу провести команду мигрейт опять я нажимаю пони менеджер она уже наверху у меня работает и у вас будет работать частые команды они наверху пони менеджер и мигрейт мигрейт и нажимаю опять enter все прошло нормально control x 0 я закрываю то есть все работает теперь я все таки еще раз проверю что у меня активировалось по крайней мере здесь внизу в буфере как видите я не вижу lsp то есть это значит все нормально потому что мы ожидаем анаконду ну что ж давайте посмотрим control g нажимаю закрываю окно посмотрим как оно вообще у нас на что-то реагирует да анаконда first и мне надо это models и я хочу посмотреть вот я вижу уже для себя сообщение docstring так пока я их оставляю это сообщение docstring так вот эта строка мне не надо и я начинаю набирать код класс то есть у меня все нормально работает я получаю и документацию по классу и что это ключевое слово да и могу еще даже больше набрать класс call и дальше я буду смотреть как она будет мне подсказывать модель что я сделал не так давайте смотреть пока line 3 ну это понятно и внизу я получаю ладно я сделаю вид что я все делаю правильно но тем не менее все программа справляется что же здесь не так что же здесь не так давайте-ка флу чек у нас сейчас не входит хорошо я попробую я поехали дальше пусть это будет слово пост и я модель модуль чар сил так ну прекрасно я получаю все что мне надо ребят но это я даже не ожидал смотрите смотрите какая красота ребят я получаю модуль чар сил сразу я получаю документацию что может быть содержать настройки verbose name я вижу primari primari кейт первичный ключ unique уникальное поле blank 0 то есть вот анаконда да справляется прекрасно прекрасно help text то есть у меня сразу все настройки у меня есть иными словами думать ничего не надо это меня разгрузило поэтому единственное что я беру чарт сил теперь я попробую набирать и вот чудо вот опять я получаю настройки внизу это очень круто это то что и ожидает программист мы получаем полную информацию нас поражает space max и так единственное что мне надо конечно я могу открыть документацию документации будем разбираться но мне как человеку который нормально я не скажу что прекрасно прекрасно никто но хоть чуть-чуть знает джанга я знаю что попробую сейчас натупить сначала я возьму уникальное поле и мне даже подсказывает все как положено уникальное поле и там параметр какой-то поставить пусть пусть это будет я поставлю строка и чего-то наберу все это поле так будет называться чего я ожидаю ведь я отлично знаю что требует или не требует раньше точно требовало max lect то есть что мы же не можем в заглавии дать разрешить 2000 символов то есть требовало max lect или они сейчас это уже сделали необязательным а просто сами следят но раньше оно выдало да если бы я не вбил параметры max lect ну что ж я сделаю еще бланк истина и я хочу посмотреть и так позиция аргумент follow кейвус синтакс эра ну это и это и я без тебя знаю лучше тебя знаю я нажимаю enter и нажимаю вот если бы ты мне подсказала что здесь за параметры что синтактическая ошибка это я и без тебя с горы и синия а если бы ты мне подсказала что мне здесь поставить поэтому я буду ставить r я не знаю правильно я просто не знаю понимаете но вижу что что то не то ладно попробуем подсказать true ну все я угадал теперь посмотрим как она себя повела true ага видеть как уже уже сообразила я после меня после меня не надо соображать раньше вон наш макс лек который нам так надо был и так попробую допустить ошибку пока вот так сделать и все и пойду дальше и так я ухожу дальше и что она мне предложит по сути дела я вижу что предложила это случай работает красная это ошибка синие это информация давайте-ка я наведу сюда и сейчас я хочу совершить то что мне надо совершить сработает или нет я не знаю ребят как начинаешь писать видео все полный задница когда сам спокойно работать вы сами знаете но тем не менее я надеюсь на то что нажимаю эскейт нажимаю и что я g и замиранием сердца джи ура ура это произошло наконец-то я нахожусь в исходном коде в исходном коде чарт филд и здесь я могу посмотреть и в цель смартфет и с ноны а я должен валидатор то есть уже исключение не выдает иными словами иными словами она все равно его подставит это меня интересовало раньше выдала исключение почему нет аргумента теперь она сама провалидирует и не даст больше будет по умолчанию какое-то количество символов ну я думаю что 120 тем не менее я посмотрел обязательно что я здесь смотрю как дима своей торнадо когда-то говорил такую вещь я ее даже записал это прекрасная вещь дмитрий своей да валерий все верно вы вначале показали мне функции в python javascript потом обратили внимание на чтение документации я впервые от вас узнал куда смотреть и что смотреть для меня сейчас прекраснейшая картина и так что же я здесь должен посмотреть я должен посмотреть следующие моменты мне сейчас не нужна и документация я первое что увидел здесь нету ничего на данный момент обязательного то есть по сути дела если раньше было макс лект мы можем зайти в документацию увидеть было обязательно вот этот параметр макс лент он был обязательным позиционным параметром сейчас я вижу они изменили они просто тупо делают это за программиста сказали программист тупой и правильно мы все тупые мы ни хрена не понимаем не знаем поэтому давно вас нахрен товарищи каждый раз ошибки потом будете жаловаться давайте мы сами проследим чтобы поле было какое-то мы видим что любые позиционные дальше именованные и любые дальше именованные насчет базы данных если вот мы взяли там юникуя ничего да хотим ставим хотим нет иными словами нет никаких обязательных я получил все что мне надо теперь я бы хотел вернуться назад получил эту информацию итак первое что мы смотрим конечно же конечно же параметры поэтому я в школе всегда настаиваю что чтение начинается с параметров это считывается моментально то есть я посмотрел мне уже понятно я могу зайти в документацию там я уже знаю что будет написано давайте я зайду в документацию джанга открою field types найду поле chart field оно вот здесь и раньше было следующее я вижу макс вект но она да раньше был это обязательный то есть он был позиционным обязательным сейчас просто пишут что его нету но внутри джанга они сказали вы программисты тупые это правильно поэтому мы все сделаем за вас один раз и никто ругаться не будет я тоже вот это профессиональный подход ребята то есть единственное что я могу chart field поддерживает один обязательный параметр дальше необходима максимальная длина которую они устанавливают но а я могу установить которое мне надо все я могу нажать control o вернуться к себе теперь я спокоен я беру параметр для порядка я мог бы его третьим но установлю первым а теперь я буду смотреть как же будет справляться анаконда с этим max lect а вот она наконец-то она все она меня не подвела и параметры но могла бы написать что это интежер чтоб я вот уже совсем тупой бувстановский понимал что надо вставить число сейчас я все-таки не понимаю это плохое это плохо это очень плохо итак ну так как я знаю что это число пусть это будет 120 символов я пропускаю запятую иду дальше я же тупой я всегда тупой потому что программист он всегда тупит итак вот тут я что-то начинаю подозревать смотрите что начинает происходить мне ощущение или мне кажется но к нам пытается lsp подключиться по сути дела значит я что-то настроил неправильно потому что этого не должно было происходить lsp да ведь анаконда должна была но я вижу lsp попытки подключиться хотя он лежит файл значит что-то не так настроили итак я могу определить директорию во-первых мне надо было посмотреть я не нахожусь это директория фирст если я нажму и то она определит директорию фирст наверное выбрать выбрать вы знаете что а я попробую сначала от него отцепиться попробую нажать n чтоб мол сказать ну спрашивай каждый раз а сейчас грубо говоря тебе и так я выбираю n он туда и пошел куда надо скорее всего меня послал значит ладно выберу большую буквочку и и так ну что же он сделал а я там я эскейт не нажал большую буквочку сначала опять я n наберу а а гад ты шо не понимаешь что я тебе говорю отцепить ладно возьму большую буквочку и я не знаю правильно это или нет но сейчас это опять не сработало смотрите-ка он мне не дает большую букву и выбрать я нажимаю эскейт и ввожу большую букву и а у меня insert открывает ерунда какая-то нажму вообще enter отцепить от меня давайте-ка я посмотрю что мне пытается lsp я не вижу но он как-то пытался ко мне подключиться это не порядок ребят с этим будем разбираться ладно я укажу а вы видели control x 0 я закрою тебя ладно смотрите какой навязчивый да есть твой рад да ты когда отцепишься так это lsp увидел исключения скорее всего я так думаю я не знаю что же он мне хочет сказать я понимаю что он мне хочет сказать что и нет не является частью какого-либо проекта я понимаю но твое собачье дело то какое lsp тебя здесь не должно быть нахрен вообще ну ладно и главное что я ничего не могу поделать это вообще странная ситуация которая произошла так ладно я попробую это вот то что мы что-то наделали а а lsp вот он пишет blacklisted а значит я вам не сам подсказал что я мог бы это добавить в проект blacklist только я опять перешел туда куда надо и так мне надо было нажать вообще д чтобы добавить blacklist да он меня спрашивал но вопрос что ты тут делал этот lsp если здесь должна быть анаконда я понимаю что работает анаконда потому что волос пип здесь еще куча информации хорошо я оставляю эту ошибку сейчас и пойду дальше то есть у нас в принципе все ожидаемо работает пост 2 и я попробую не форматировать это специально я буду проверять как у нас работает форматор сразу models chartfield я сейчас возьму не chartfield а пусть это будет пусть это будет inter image field image field image field и я бы хотел посмотреть что он мне предложит все отлично все работает прекрасно значится я вижу следующую информацию verbose name опции ctr вот здесь я вижу профессионально что эта строка дальше high field но единственное что я не понимаю это у меня обязательные параметры я по они может не обязательны конечно же в данном случае мне бы понадобилось что абсолютно верно ты мне не грузи почему ты мне я выдал чарт фил когда я на image field поэтому я опять включаю что gg что сейчас происходит ага я не нажал enter escape и так image field все нормально мне мне единственно надо прикрутить прикрутить прокрутить прокрутить меня интересует что в первую очередь параметр и над verbose name ничего не надо то есть пока нет name ничего high quarks любые параметры иными словами опять что-то переделали молодцы какие молодцы иными словами я дальше смотрю вот здесь надо тот момент когда мне надо было перейти в документацию то есть я хотел посмотреть что мне надо посмотреть обязательный параметр я же выбрал image field да мне надо где-то смотреть что они будут делать пока я вижу что это будет обработка при помощи пил пилов так что я хочу найти я хочу найти метод который мне нужен я все нашел что мне надо увидеть да по параметрам что-то я одной вещи не вижу зайду-ка я в документацию и найду поле это image field быстро нахожу и посмотрю по сути дела здесь я вижу вот оно вот оно раньше было обязательно какие они молодцы все делают не обязательно все за нас делают методу плата вот теперь я могу вернуться опять в документации и я вспомнил что мне надо искать значит действительно обратите внимание обратите внимание чтобы мне разобраться мне надо конечно найти что в файле сил давайте я попробую сделать более сложный переход ctrl g g сработает оно или нет вот тут опять наверное не сработает так глубоко наверное так не сработает глубоко или я что-то не разобрался опять lsp ни один файл в проект не добавлен я с этим обязательно потом разберусь пока же space max второй переход для меня не сделал но наверное это возможно я думаю возможно просто надо немножко разобраться моменте я пока это видео установлю джанга мы разобрались и пока не стоит лезть дальше да это же у нас урок не под джанга но код с последнего раза очень сильно изменился то есть не требуется джанга постоянно старается сделать то чтобы ничего друг от друга не зависело это очень круто это очень очень очень